Негативного. И знаю прекрасно, каждый знает, что в случае, если кому-то понадобится поддержка или помощь какая-то, мы, безусловно, ее окажем. То есть это априори будет так. Поэтому нам даже не обязательно общаться каждый день или каждый месяц. Мы можем год-два не общаться, но в случае, что мы все равно остаемся достаточно близкими, родными людьми, которых объединяет что-то общее. Сейчас, может быть, надобности нет внутренней какой-то потребности к частому общению, но это не значит, что мы совсем уж не общаемся. Вопрос от Чулупан. Привет, Сергей. Если бы ты не стал артистом-пинцом, какой бы профессион выбрал? Вот это сложно сказать, потому что я с детства занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И начиная с 8 лет. Я думаю, что уже 22 года практически, почти, скоро будет. Вот. И вот даже представьте себе. Наверное, это все-таки связано было бы что-то с движением, с активным образом жизни, со спортом. Мне нравится. Я когда-то начинал заниматься спортивной гимнастикой, но по-другому служила своя судьба. Еще несколько вопросов от Чулупан. Какие качества у девушки ценишь больше всего и встречался бы с поклонницей, если бы ты не ее любил? Ну, как говорится... Все-таки не та это. Сердце другая? Не та. Сто процентов не та. Все-таки такие вопросы. Что касается поклонницей... Вообще, сердцу же не прикажешь, как говорится. И если возникают чувства, то их очень сложно загасить и вообще проконтролировать каким-то образом. Мы никогда не знаем, к кому вспыхнут эти чувства и когда они вспыхнут. Поэтому в жизни все возможно и говорить никогда я бы не стал. Какие качества ценишь? Что касается цени... Я оценю преданность, я оценю чувство юмора. Я люблю, чтобы девушка была с индивидуальностью какой-то, да, с характером. Вот, я не люблю мямль, не люблю амёб. Ну, то есть, такая целеустремленная, активная девочка, которая знает в себе цену, в хорошем смысле этого слова, и знает, к чему стремится. Вопрос от Александра Рудевича. Серёженька, вы прекрасный певец. Серёженька от Александра Рудевича. Вот так вот. Александра и Александр... Александра Рудевич, между прочим, может быть и... Девочка, это девочка. Да, да. Серёженька, ты, скорее всего. Хотя, конечно, у меня разные жизни бывают, фанаты у меня разные. Я обожаю вас, ваши песни заставляют задуматься о жизни. Спасибо вам за это. А как можно организовать фан-встречу с вами в Киеве? В Киеве встреча? Ну, наверное, на моих каких-то выступлениях, концертах, съёмках. А нет, кстати, какого-нибудь фан-клуба, который... У меня большой всеукраинский фан-клуб, огромный, киевский в том числе. Поэтому можно у меня на сайте сергейлазовик.ру, на форуме найти себе единомышленников. Так сказать, чеки встретят. Единомышленников. У меня большой украинский фан-клуб, который, кстати, очень многие едут ко мне на концерт в Москву. Так что... Вот, кстати, можете присоединиться и меня увидеть не в Киеве, так и в Москве. Они всегда друг у друга живут, они молодцы, на самом деле. У меня форум такой, и вообще фанаты такие, что они... Хорошо, что я их объединяю, они все дружат и знакомятся между собой, путешествуют по городам, друг другу показывают эти города. И, на самом деле, очень здорово. Мне очень нравится, как они друг другу очень трепетно так относятся, помогают девчонки, ребята. Прикольно. Есть ли у вас любимая песня в альбоме «Лазарет»? Это вопрос от Суси. Они у меня, конечно, все любимые, в том плане, что мне они все нравятся. Но очень сложно выбрать. Я люблю «Стамблин», люблю «Тейкитов», «Андрозамон» мне очень нравится. Так я сейчас... Как это... Русский-английский у меня сейчас. «Warrior» хороший. Да нет, что я перечисляю всё, что мне. Мне сложно, потому что я... Как может быть песня в альбоме моём, который я сам выбирал, все песни, быть какой-то нелюбимой? Есть песни, с которыми я мучился. С песней «Сторм» я мучился просто. В том плане, что я его... И эту песню четыре раза сводил в разных студиях. И пока добивался нужного звучания. И... Песню «Анедлав» тоже, из-за того, что она достаточно, казалось бы, лёгкое в исполнении. И писал, искал долго именно правильную позировку. Да нет, этот выстраданный альбом, на самом деле, в том плане, что он действительно очень готовился с большой любовью и много сил потрачено было на его производство и на его записи. Так что мне этот альбом очень нравится. И я лично считаю, что он один из самых сильных альбомов, актуальных, безусловно. Вопрос от Катерины Лазаревской. Сергеев и Санни Лорак очень круто спели «Я не сдамся без боя». Нет ли в планах записать ещё одну песню на украинском языке? И вот в продолжении, кстати, вы говорили, что ищем песню. Человек песни пишет, оставляет твит, это уже после онлайн-конференции, если хотите, можно было переписать. А украинская песня будет ли в вашем бёдном исполнении? Не знаю, пока что нет. А насколько вам тяжело? Мне не тяжело ответить на украинском языке. В том плане, что я, заучив, могу произносить вполне сносно и людей не кочеврящих от украинского. Хотя встречались такие, которые говорили, что всё вообще не то. А кто-то говорил, что так круто, вообще не скажешь. Это дело вкуса, наверное, и слухового аппарата. Нет, у меня слух хороший, музыкальный. И я могу воспроизводить на разных языках песни. Например, когда я пел Smash, я вообще английского не знал. Но никто же об этом не сказал. То же самое, как мы французском были, спели. Кто-то скажет, что мы французский не знали. На песне, на арбоме Латарев также есть песня на французском языке. Называется она Desire. И она на французском звучит. И, в общем-то, нормально. Я же не знаю французского. Я её писал в Париже с французским продюсером. В принципе, я не говорю по-французски. Вопрос от Светланы. Здравствуйте. Недавно на своём инстаграм мы выложили фотографию книги Бориса Акунина «Чёрный город». Скажите, вы вообще любите читать? Какая у вас любимая книга? Это кто сказал? Это Светлана. Светлана. Я себе тоже отвечал. Ну да. Я вообще, на самом деле, я читать-то, конечно, люблю. Другое дело, что так редко выдаётся в какой-то момент, когда я могу спокойно почитать. В основном-то всегда я набираю огромное количество книг себе в отпуск. И когда я не ушёл на клиенту, я читаю. Вот в этот раз, да, я эту новинку прочитал, сравнительную новинку «Чёрный город» Акунина. Вообще, мне нравится Акунин, мне нравится его стиль написания, мне нравится перекличка с историей, с какими-то историческими событиями. Я люблю такого рода детективы, такого рода книги. А плюс у него ещё есть серия, когда он пишет, как Анатолий Брусникин, это тоже его второе, скажем так, псевдоним, да, второе лицо. Также я несколько книг прочитал я тоже с историческими событиями с определенными. Но, безусловно, когда-то было много прочитано в неё классики, потому что я учился в школе студенюкат, и как обязаловка была всё это читать. Сейчас хочется, конечно, к многому вернуться, дабы просто освежить в памяти, дабы... Я помню, что я был в полном восторге от мастера Маргариты, хотя все говорили, что это тяжелейший роман, вас так сложно читать. У меня он вообще в лёд ушёл очень быстро, и мне очень понравился. Так же с Карамазовым. Я был вынужден прочитать, но прочитав его и осилив этот роман, он на долгое время оставался одним из самых моих любимых романов. Хотя очень сложный, может, потому что я много в нём копался и разбирал вместе с режиссёром, потому что мы его ставили, и поэтому мне он так полюбился. По крайней мере, мне кажется, что это очень сильный роман, и люди, которые Достоевского как-то воспринимают, должны обязательно в своей жизни прочитать этот роман, потому что он, мне кажется, многим поставит мозги на место. Продолжение к Чёрному городу, мне кажется, что как-то Кунин, не знаю, совсем бесчеловечный, как с Фондориным-то в конце и вообще. Слушайте, он ещё, мне кажется, вышел. Выжел. Последний вопрос, вопросов очень много, то есть я пытался хотя бы больше учить, но больше может и получилось. Вопрос от Елены Дыгай. С чем ассоциируется у Вас Украина? У меня очень много вопросов, но это единственное, которое... Так, с чем написано, с чем Украина у меня ассоциируется? С вторым домом, наверное, с каким-то... Нет, для меня на самом деле Украина действительно очень-очень близка. Для меня вот это второй какой-то музыкальный рынок для меня, там, Россия, Украина. Это место, где можно не только отлично провести время, поработать, но и погулять по красивым местам, это встретиться с друзьями, куда-то сходить, вкусная еда, это какое-то радушие, безусловно, это интересные какие-то креативные проекты. Ну, то есть я с большим удовольствием всегда езжу в Киев, на гастроли по Украине, с большим удовольствием. Вот очень надеюсь, что у нас случится в ближайшее какое-то время, в этом году, надеюсь, тур с новой концертной программой. Так все, я никак не доеду, ни со старой не доехал, так только появлялся где-то точечно. Хочется это в какой-то маршрут объединить и поехать уже по городам Украины с новой концертной программой «Лазарев». Вполне возможно, что вот это все-таки случится, по крайней мере, мы сейчас активно над этим работаем. В наше время, к сожалению, подходит к концу. Заключительное слово для наших читателей. Было приятно отвечать на вопросы, спасибо огромное. Не так много вопросов было таких вот индивидуальных, которые никогда не звучали. В основном, как бы, конечно, всем хотел знать про гастроли, про это, что, безусловно, приятно, это здорово. Вот, ну выделил и, наверное, я подарю первой девочке, которая, значит, ищет свои фотографии в хорошем качестве альбом. Настена. Да, пускай она получит этот альбом. Там найдет она все в хорошем качестве, может отоксирить и размножить. Наверное, я скажу, дам Мари, которая, правда, из-за меня спрашивала DVD и подарю. Так, 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 так. Чулпан там много вопросов задавал. Три вопроса было. Да, пускай она тоже получит CD. Значит, Чулпан CD, это DVD и CD. И еще у нас DVD остается. Ну, давайте DVD какому-нибудь мальчику подарим, чтобы ниже не обидел. Что у нас там пацаны спрашивали? Так. Хотя Александр Рудеевич непонятно, что это мальчик или девочка. Катерина, Афаны, Катерина. Был какой-то там в начале что-то спрашивал? Алексей спрашивал, почему не отвечаете на вопросы в Твиссере и когда посетите Сахалин? Это он Сахалин? И Макс интересовался. Нет, что отправить там можно, то есть уточним, а почему нет. То есть почта, я думаю, Сахалина, а уж как нет. Готовься, ты сейчас, придет тебе счет за девять и за пересылки. Макс интересовался по поводу романа Сан Игоря. Ну, это да, не, давайте лучше на Сахалин пошли. Сахалин, окей, отлично. Сахалин с Украины, на Сахалин нормально. Ну, что. Спасибо огромное за время, которое мы делили. Спасибо. Спасибо. Что, подпишем или как?